Муазь ибн Джабаль, ибн Амр, ибн Аус, Аль ансари, Аль хазради. Сподвижник, имам, пример для подражания. Человек, лучше других знавший о хараме и халяле. Абу Нуайм сказал, он был предводителем всех факыхов и сокровищем ученых. Муаз присутствовал при присяге Аль-Акаба, участвовал в битвах при Бадре и Ухуде, и во многих других сражениях вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он был одним из самых щедрых и скромных молодых ансаров. Также он считался одним из самых красивых людей. У него была привлекательная внешность, и он был очень красив, да будет доволен им Аллах. У него было чистое, светлое, красивое лицо, ослепительно белые зубы и черные, словно подведенные сюрьмой глаза. Один из самых красивых мужчин. Муаз принял ислам в возрасте 18 лет и участвовал в сражении при Бадре, когда ему был 21 год. Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назначил его правителем Йемена. Аль-Бухари и муслим привели хадис от Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, в котором говорится, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Муазу, отправляя его в Йемен. Ты придешь к народу, который относится к людям Писания. Призови их к тому, чтобы они засвидетельствовали, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха. Если они покорятся тебе в этом, то дай им знать, что Аллах обязал их совершать ежесуточно пять намазов. Если они покорятся тебе и в этом, то дай им знать, что Аллах обязал их богатых делать пожертвования в пользу их бедных. Если они покорятся тебе и в этом, то не смей посягать на их отборное имущество и бойся мольбы угнетенного, ибо между ним и Аллахом нет преграды. У Муаза было очень много похвальных качеств и заслуг, да будет доволен им Аллах. К ним относится, например, то, что приводится у Аль-Бухари и Муслима в хадисе от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, который сказал, «При жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствуй, четыре человека собрали Коран воедина, и все они были из ансаров». Это были Убей ибн Кааб, Муаз ибн Джабль, Абу Зейд и Зейд ибн Сабид. Также к достоинствам Муаза, да будет доволен им Аллах, относится то, о чем сообщается в хадисе у Аль-Бухари и Муслима, от Абдуллаха ибн Амра ибн Уль-Аса, в котором посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Учитесь чтению Корана от четырех, от Ибн Масуда, от Салима, вольна отпущенника Абу Хузаифы, от Убая ибн Кааба и Муаза ибн Джабля». Также к достоинствам Муаза, да будет доволен им Аллах, относится хадис, который имам Ахмад и Абу Дауд привел от самого Муаза, сказавшего, «Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, взял меня за руку и сказал, «Муаз, поистине я люблю тебя». Муаз ответил ему, «Да будут мои отец и мать выкупом за тебя, о посланник Аллаха, я тоже тебя люблю». И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему, «Муаз, я завещаю тебе, не переставай произносить после каждого обязательного намаза эти слова. О Аллах, помоги мне поминать тебя, воздавать хвалу тебе и хорошо поклоняться». Также к его достоинствам, да помилует его Аллах, говорится в хадисе, который приводится у имама Ахмада. Это хадис от Анаса ибн Мали, когда будет доволен им Аллах, в котором он сообщил, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Самый милосердный в моей умме Абу Бакар, самый строгий в религии Аллаха Умар, самый искренний в своей скромности и стыдливости Утман, лучше всех разбирается в запретном Хараме и дозволенном Халяли, Муаз ибн Джабль, лучший чтец Корана Убей, лучше всех вопросы наследия знает Зейд ибн Сабид. У каждой общины был свой Амин, то есть доверенный человек, и Аминой этой общины является Абу Аббейда ибн Джаррах, то есть пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Лучшее о других, о Хараме и Халяли, знает Муаз ибн Джабль». И Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, говорил, как, например, во время проповеди в Аль Джабии, «Пусть тот, кто хочет понимания в религии, обращается к Муазу ибн Джаблю». Также о его достоинствах сообщается в хадисе, который Аль-Хаким привел в своем Аль-Мустадраке от Масрука, который сказал, «Я прочел перед Абдуллахом ибн Масудом аят, «Поистину Ибрагим был уммой, вождем, канитом, покордом Аллаху и единобожником». Он не был одним из многобожников. Ибн Масуд сказал, «Муаз тоже был уммой и канитом». Мы снова прочитали ему этот аят, «Поистине Ибрагим был уммой и канитом». И Ибн Масуд снова сказал, «Поистине Муаз был уммой и канитом». Затем он сказал, «Знаете ли вы, что такое умма? Это тот, кто обучает людей благу. А кто такой канит? Тот, кто покоряется Аллаху и его посланнику». И Муаз, да будет доволен им Аллах, был именно таким. Также на достоинство Муаза, да будет доволен им Аллах, указывает то, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал ему один особенный хадис, который не рассказал никому другому. Аль-Бухари и Муслим привели от Муаза, да будет доволен им Аллах, хадис, в котором он сказал, «Я сидел позади посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, на осле по кличке Уфейр. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал мне, «О Муаз, известно ли тебе, какое право Аллаха должны соблюдать его рабы? И чего они вправе ожидать от Аллаха?» Я сказал, «Аллах и его посланник знают об этом лучше». Тогда он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Поистине, право Всевышнего Аллаха по отношению к его рабам заключается в том, чтобы они поклонялись ему и не приобщали к нему ничего в сотоварищи. А право рабов по отношению к Аллаху состоит в том, чтобы он по своей милости не наказывал тех, кто не приобщает к нему ничего в сотоварищи. Муаз сказал посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не обрадовать ли мне людей этой вестью? И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, нет, не сообщаем, а то только на это и будут полагаться, то есть самоуспокоиться. И Муаз рассказал этот хадис, когда находился при смерти, так как боялся умереть, так и не передав этот хадис от пророка «Да благословит его Аллах и приветствует». Это указывает на то, что пророк «Да благословит его Аллах и приветствует» был спокоен за Муаза, за его понимание и религию, и выбрал именно его для того, чтобы рассказать этот хадис. Также о достоинствах Муаза «Да будет доволен им Аллах» сообщает имам Ахмад, приводя слова Умара ибн-Хаттаба, когда тот захотел пойти в Шам. Когда он достиг местности под названием Сарах, ему сказали, что в Шаме свирепствует чума. Тогда Умар сказал, до меня дошло, что в Шаме распространилась сильнейшая чума. Если наступит мой час, когда Абу Убейда ибн-Джаррах будет жив, я оставлю его после себя халифом. И если мой Господь спросит меня, почему ты назначил его халифом над Уммой Мухаммада «Да благословит его Аллах и приветствует», то я скажу, поистине я слышал, как твой посланник «Да благословит его Аллах и приветствует» говорил, у каждого пророка свой доверенный человек, амин, а мой амин – это Абу Убейда ибн-Джаррах. Некоторые люди стали отвергать это и сказали, почему же дальние курайшиты? Они имели в виду, что Абу Убейда относится к Бану Фигр. После этого Умар сказал, если же настанет мой час, когда Абу Убейды уже не будет, я назначу халифом Муаза ибн-Джабаля. И если мой Господь спросит меня, почему ты назначил его халифом, то я скажу, что слышал, как твой посланник «Да благословит его Аллах и приветствует» говорил, поистине в судный день Муаз придет впереди ученых на степень. В других версиях этого хадиса говорится, что когда Муаз воскреснет, он окажется впереди всех ученых. Он будет ближе всех к Всевышнему Аллаху на расстоянии броска камня или полета стрелы. К его достоинствам «Да будет доволен им Аллах» относится хадис, который привел имам Ахмад. В нем сказано, что посланник Аллаха «Да благословит его Аллах и приветствует», отправляя Муаза в Йемен, вышел с ним, давая наставление. «Муаз, да будет доволен им Аллах», сидел верхом, а посланник Аллаха «Да благословит его Аллах и приветствует», шел рядом с его верховым животным. Закончив свои наставления, посланник Аллаха «Да благословит его Аллах и приветствует», сказал Муазу, «О, Муаз, возможно, на следующий год мы с тобой не увидимся. Наверное, ты уже будешь проходить мимо моей мечети и моей могилы». После этих слов Муаз заплакал. Думая о расставании с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Муаз заплакал. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему «Муаз, не плачь, поистине плачь от шайтана». Затем посланник Аллаха повернул голову в сторону Медины и сказал, «Где бы они ни находились, самые близкие люди для меня — это те, кто во всем страшится Аллаха». У Муаза, да будет доволен им Аллах, было много других достоинств. Среди своих товарищей он занимал очень почетное и возвышенное место. Абу-Идрис, Аль-Хауляни, рассказал, «Однажды я зашел в мечеть Хомса и увидел там 30 сподвижников средних лет. Среди них я увидел юношу со светлым лицом, белоснежными зубами, который молчал. И когда среди тех, кто занимался, возникало какое-либо разногласие, они обращались за помощью к этому юноше и задавали ему вопросы. Я спросил, кто это, и мне ответили, «Муаз ибн Джабаль, и любовь к нему запала в мое сердце». Историки упомянули, что однажды Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, взял 400 динаров и отправил их Абу-Убейде ибн Джарраху. Он повелел слуге оставаться в доме Абу-Убейде, чтобы посмотреть, что Абу-Убейда будет делать с деньгами. И слуга пошел с деньгами, постучал в дверь Абу-Убейде и сказал, «Повелитель верующих говорит тебе, чтобы ты взял это». Он взял сумку с деньгами и сказал, «Да помилует Аллах, повелителя верующих». Затем он позвал свою служанку и сказал, «Возьми 7 динаров и отнеси такому-то роду, 5 динаров такому-то роду, это туда, это сюда». И он продолжал давать ей указания до тех пор, пока не израсходовал все деньги. Слуга вернулся к Умару, да будет доволен им Аллах, рассказал ему о том, что сделал Абу-Убейда и увидел, что Умар подготовил сумму денег и для Муаза ибн Джабаля. Он приказал ему пойти к Муазу и вести себя так же, как с Абу-Убейдой. И слуга пошел к нему и отдал ему деньги. Муаз сказал, «Да помилует Аллах, повелителя верующих». Потом он сказал служанке, «Иди с этими деньгами в такой-то дом, а эти деньги отнеси в такое-то место». И жена Муаза не выдержала и сказала, «Клянусь Аллахом, мы бедняки, дай нам тоже». И в сумке оставалось 2 динара. И Муаз бросил их ей. Слуга вернулся и все рассказал Умару, да будет доволен им Аллах. Умар обрадовался и сказал, «Поистине, они братья. Они подобны друг другу». Ибн Асакир привел в своем тарихе историю о том, что однажды Умар, да будет доволен им Аллах, отправил Муаза в качестве сборщика заката. И вы знаете слова Всевышнего Аллаха, пожертвования предназначены для нищих и бедных и для тех, кто занимается их сбором и распределением. Те, кто занимается закатом, это люди, которые собирают закатные средства и распределяют их. Они также имеют право на долю заката. И Умар отправил Муаза собирать закат с племени Бану Киляб или Бану Саад. Люди рассказывали, и Муаз собрал закат и распределил его среди них. То есть он взял закат у богатых и распределил их среди бедных. А сам ничего не взял из тех денег. Так что вернулся домой с той же попоной или потняком, с которым уходил. Когда он вернулся домой, его жена спросила, где деньги, с которыми обычно приходят сборщики заката. Он сказал, на меня оказывалось давление. То есть рядом был инспектор, контролер. Он сказал, со мной был наблюдатель. Она сказала, тебе доверяли при посланнике Аллаха да благословит его Аллах и приветствует. И при Абу Бакре. То есть они никого не отправляли с тобой и не следили за тем, как ты распределяешь имущество. А Умар отправил с тобой ревизора? И она стала рассказывать об этом на женских собраниях. Жалуясь на Умара. Все это дошло до Умара. Он отправил за Муазом и спросил его, что, разве я отправлял с тобой ревизора? Муаз сказал, о, повелитель верующих, я не знал, как еще оправдаться перед ней. Умар рассмеялся, дал ему какую-то сумму денег и сказал, порадуй ее этим. Я вижу, вы как-то с опаской это слушаете. Муаз врет жене, он не солгал ей. Когда он говорил про наблюдателя, он имел в виду своего Всевышнего Господа. Когда в Шаме произошла эпидемия чумы, известная чума Амвас, от которой умер Абу Убейда, да будет доволен им Аллах, наместником, после которого был назначен Муаз ибн Джабаль. И люди пришли к нему. Они сказали ему, попроси Аллаха убрать от нас это наказание и мерзость. И Муаз обратился к людям с проповедью, говоря, это не мерзость, а призыв вашего пророка. Так умирали праведники до вас. И это шахада, мученическая смерть, которую Аллах почтит из вас тех, кого пожелает. И вы знаете, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, человек, умерший от чумы, шахид. Поэтому Муаз и сказал, это шахада, которую Аллах почтит из вас тех, кого пожелает. Затем он сказал, О Аллах, даруй семье Муаза удел из этой милости. И когда он зашел в свой дом, он увидел, что чумой заболел его сын, Абдурахман. Он спросил его, как он себя чувствует. И сын ответил, цитируя аят, истина от твоего Господа, посему не будь в числе тех, кто сомневается. О какой истине он говорил? Смертельная агония явится с истиной. И Муаз сказал ему, опять же аятом, если Аллах пожелает, ты найдешь меня одним из терпеливых. Его сын умер. Также чумой заболели две его жены. И обе они умерли. Затем чума началась у него на большом пальце. И он водил этим пальцем по рту и говорил, у Аллаха этого мало, так благослови его, и ты даруешь благодать из малого. Так продолжалось, пока он не скончался во время эпидемии чумы. Да будет доволен им Аллах. Он умер благочестивым шахидом в 17-м году, или как говорили, в 18-м году, в возрасте 34-х лет. Аль-Асма'инь сказал, «Да меня дошло, что когда Муаз ибн Джабль просыпался ночью, он говорил, «О Аллах!» Звезды закатились, глаза успокоились, а ты живой, Вседержитель. Я медленно убегаю от адского огня, слабо пытаюсь получить рай, и нет у меня ничего, кроме того, что я свидетельствую, что нет божества, кроме тебя, и нет у тебя сотоварища. И свидетельствую, что Мухаммад твой раб и посланник». Субтитры создавал DimaTorzok